Девушки отдыхают Настоящий отец ребенка и муж совершенно разные люди. И это ясно всем троим участникам этой истории. Но вот в ЗАГСе считают, что только законный супруг может считаться отцом ребенка. Мы имели каждое свое жилье. Он дом в аварийном состоянии, а я двухкомнатную квартиру. И мы с ним договорились, что я продаю эту квартиру, а деньги вкладываю в его дом. Любовь Орлова после заключения брака решила вложить в ремонт дома нового супруга свои деньги и подписала для этого брачный договор. Но муж не только не оценил затраченных усилий, но и выгнал супругу из дома. А теперь вернемся в зал суда. ИСЦ Наталья Терляева и Евгений Скобцов подают иск об отмене решения органов ЗАГСа, по которому им отказано в регистрации Евгения Скобцова в качестве отца ребенка. Ответчик-представитель ЗАГСа против иска возражает. Слушается дело Тарлевой Натальи Викторовны и Скобцова Евгения Андреевича с исковыми требованиями об отмене решения органов ЗАГСа, которым ИСЦам было отказано в регистрации как отца ребенка. То есть внесение записи о вашем отцовстве. Ответчиком является прошлая Галина Степановна. Вы представляете интересы органов ЗАГСа. Пожалуйста, ИСЦ, я вас слушаю. Ваша честь, я недавно родила сына. Несмотря на то, что нахожусь в законном браке, сына родила от Евгения. Ну, сейчас не место и не время обсуждать, почему так получилось. Муж в курсе всей ситуации. Дело в том, что Евгений не против, он признал ребенка, он не против участвовать в его жизни и даже готов платить алименты. Поэтому, естественно, в органы ЗАГСа я отправилась не с мужем, а с Евгением, чтобы его признали и записали отцом ребенка. Вот там-то и случились все проблемы. В органах ЗАГСа нам было категорически отказано. Нам категорически отказали в регистрации Евгения отцом ребенка. То есть вы просите отменить указанное решение органов ЗАГСа и произвести соответствующую регистрационную запись, где вы были бы признаны отцом ребенка. Да, совершенно верно. Дело в том, что и муж против... Муж против, чтобы ребенка записывали на него. Дело в том, что нам... Я считаю, что нам отказали неправомерно, так как, согласно семейного... Я процитирую, семейного кодекса в статье 48, часть 3, прямо говорится о том, что отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного заявления отцом и матерью ребенка. Вот стоит мать, вот отец. В браке мы не состоим. Заявление, как положено, подали вместе. Скажите, пожалуйста, а мама состоит в другом браке? Ну, мама состоит в браке. Да, конечно. Я состою в браке с Николаем Ильичем. Значит, у нас ту статью, которую вы процитировали, вы абсолютно правильно ее процитировали, за одним маленьким исключением. Данная статья регулирует порядок добровольного признания отцовства лицами, не состоящими в браке. Вот это как раз наш случай. Да, это не ваш случай. Это означает, что он регулирует отношения между лицами, которые не состоят ни в одном браке. Я могу передать. Не свидетельство о рождении ребенка, а свидетельство о заключении брака. Пожалуйста, Отвечки, я вас слушаю. Ну, я, в принципе, могу только повторить, Ваша честь. Органы ЗАГСа не согласны с иском, поскольку считают, что по закону отцом ребенка должен быть записан законный муж. Может быть только, пока существует официальный брак. Только Терляев Николай Андреевич, который является мужем Терляева Натальи Викторовны. Отцом ребенка может считаться только Николай Андреевич Терляев. Если хотят истцы чего-то другого, они могут в судебном порядке оспорить отцовство, и соответствующая запись будет сделана. Только так. Ваша честь, у меня есть свидетель. Что? У меня есть свидетель. Я могу пригласить свидетеля? Значит, вы меня не поняли. Так, пригласите, пожалуйста, в зал свидетелистца. Свидетелистца, пройдите. Здравствуйте, Ваша честь. Я Терляев Николай Андреевич, я муж Натальи. Я действительно знаю, что отцом ребенка является Евгений. Ну что ж теперь, если вот так вот... Но в то же время я не желаю, чтобы я был записан отцом ребенка. Даже на некий краткий период, там, ну если он будет оспарить отцовство в судебном порядке. Потому что это не мой ребенок. Я это прекрасно знаю. Это все знают. Но надо жить, как-то растить ребенка. Все вместе. В том числе, ну вот Евгений согласен платить в том числе и алименты. Участвовать согласен в его жизни, платить алименты, принимать участие. И хорошо. И что? Я считаю, что он и должен быть записан отцом ребенка. То есть ситуация предельно ясна. То есть никто отцовство не оспаривает, по сути. Раз уж так. То есть вот есть отец ребенка. То есть я поняла. Я никак не могла понять. Все, теперь я поняла. То есть поскольку у нас, да, вот есть система добровольного признания и установления отцовства. А есть система, ну я не хочу сказать, ну как такой, знаете, антоним. Да, ну он не называется на самом деле в законе принудительного, но для простоты. То есть есть добровольный порядок, а есть принудительный порядок. Поскольку вы попали в юридическую ловушку, и ваша супруга с вами брак не собирается расторгать, и брак до сих пор сохранен, то, следовательно, речи не может быть о добровольном признании отцовства. И вы все вместе скатываетесь к судебному порядку, потому что по-другому это не устанавливается. По той одной простой причине, что не потому что хотят усложнить жизнь людям, а потому что принудительный порядок признания отцовства, это в первую очередь защита интересов ребенка. Это раз. И во-вторых, защита интересов родителей, это два. Потому что у нас родители обязаны воспитывать и выплачивать алименты своим кровным детям. Сейчас не берем усыновление, удочерение, не трогаем их. То есть я примерно понимаю так, что все втроем дружно. Поскольку это ваше внутреннее взаимоотношение. Я так понимаю, что они у вас внутри сложились замечательные, открытые и комфортные. Вы прочитали пункт третий. Решили, что зачем нам в суд ходить еще с равными исками. Давайте-ка мы пойдем вот этим путем. Все признают. Вы говорите, я не папа. Мама говорит, папа есть. Папа говорит, я папа, хочу участвовать, принимать участие. А действительно Евгений хочет принимать участие? Понятно. Ну тогда я не могу процитировать пословицу. Но, наверное, так. Лень матушка раньше раз родилась. Примерно так это выглядит. Так. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истцов, возражение ответчика представителей органов ЗАГСа, опросив свидетелей со стороны истцов и рассмотрев все представленные документы, в иске об отмене решения, которым органы ЗАГСа отказали истцу в установлении отцовства в отношении ребенка, рожденного женщины, состоящей в официальном браке, суд считает необходимым отказать. Суд не отменяет оспариваемое решение, потому что оно, вынесенное решение органами ЗАГСа, основано на действующем законодательстве. В соответствии с правилами, в части 2, статьи 48 СК РФ, если ребенок родился от лиц, состоявших в браке между собой, отцом ребенка признается супруг матери, если иное, если не доказано иное, в соответствии с правилами и по нормам статьи 52 СК РФ, то есть если в судебном порядке не оспорено отцовство. Таким образом, отцовство другого лица, а не мужа, в отношении ребенка, рожденного истицы, состоящего в браке, устанавливается только через суд. То есть в этой ситуации вам, как супругу, необходимо обратиться в суд, либо вам необходимо обратиться, вам с требованием об аннулировании записи об отцовстве, вам с исковыми требованиями об установлении отцовства. И поскольку все участники судебного процесса будущего, они с позиции ясна, никто ни против чего возражать не будет, то я думаю, что данное конкретное, то следующее судебное заседание будет коротким и очень конкретным. И оно будет вынесено именно, либо если вы обращаетесь в суд, аннулировать запись об отцовстве, если вы обращаетесь в суд, установить ваше отцовство и аннулировать запись об отцовстве. Вам что-то непонятно? Все предельно понятно. Все предельно ясно. А? Все предельно понятно. Понятно. Так, суд огласил свое решение, благодаря председателю органов ЗАГСа, свидетель за участие в судебном заседании, дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. Честно говоря, я не понимаю, почему нельзя было решить все по-простому. Нам теперь придется идти в суд второй раз, по второму разу. Мы с удовольствием зарегистрировали отцом того, кто будет принят после решения суда. А теперь вернемся в зал суда. Истец Любовь Орлова подает иск о расторжении брака и разделе имущества по условиям брачного договора. Ответчик Игорь Шаронов подает встречный иск о признании брачного договора частично недействительным. Орлова Любовь Борисовна, Ваша честь, я хочу расторгнуть брак с этим господином и требую от него взыскать половину совместного имущества согласно брачному договору. Жить с ним совершенно стало невозможно. Он пьет, не работает, в последнее время даже руки распускает. Ну перестань ты, как я на тебя руку-то поднимал. Ваша честь, я намерена получить от него половину его дома и участка согласно брачному договору. Дело в том, что мы с ним поженились три года назад. Мы уже состоявшиеся люди, мы имели каждое свое жилье. Он дом в аварийном состоянии, а я двухкомнатную квартиру. И мы с ним договорились, что я продаю эту квартиру, а деньги вкладываю в его дом. Вот у меня свидетельство о браке и свидетельство о брачном договоре, который мы с ним заключили, потому что я боялась за свою квартиру, которую я продала. Квартира двухкомнатная, я еще раз говорю. Он предлагал мне к нему, я предлагала ему переехать, он отказался, и мы приехали к нему в дом. Я там была уже прописана, и так как мне деньги не сразу вернулись мои дальние родственники, сдавали частями. Я частями вкладывала в ремонт дома. Я покупала стройматериалы, отделочные материалы внутри дома, провела водопровод, перекрыла крышу, нанимала рабочих. Рабочих у нас было 10 человек. Если я вас правильно поняла, то по условиям брачного договора вы оговорили с ответчиком в тот момент, когда вступали в брак, что если вы будете вкладывать деньги в ремонт и обустройство дома без определения суммы этих вложений, то есть сумма не была... Сумма не была, прописана. Ваша честь. Подождите, подождите. То есть при том условии, что вы будете вкладывать определенные денежные средства в обустройство, там, ремонт, улучшение в доме, то при расторжении брака вам будет выделена одна вторая указанного дома, даже при том условии, что этот дом был до брачной собственности супруга. Я правильно вас поняла? Да, правильно, Ваша честь. Будьте добры, пожалуйста. Мне необходимо свидетельство вашего заключения брака, сам брачный договор, и у вас есть документы, подтверждающие расходы, которые были вами произведены? Я еще раз вас обещаю. Ваша честь, это вот документы на стройматериалы, купленные в магазине, а я нанимала рабочих, я их кормила, я платила им наличные деньги, у меня нет на это договора, вот только-только с магазинной чеки. Вот они у меня есть. Вот брачный договор, вот заключение о браке. Мне все документы через судебного пристава передайте, пожалуйста. Пожалуйста. Так, а теперь давайте мы с вами вернемся все-таки. То есть причины расторжения брака, если я правильно вас поняла, это то обстоятельство, что вы утверждаете, что ответчик злоупотребляет спиртными напитками, и совместная с ним жизнь стала невозможной. Невозможна, Ваша честь. Ответчик и СОМ заявлены исковые требования о расторжении брака. Скажите, пожалуйста, вы на расторжении брака согласны? Абсолютно. Вы не возражаете. Теперь поисковым требованием заявлены истиции о разделе имущества согласно условиям брачного договора. Я прошу считать брачный договор частично недействительным, в связи с тем, что условия его не выполнены. Ну как же не выполнены? Истец, 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 истец. Какие все? Да. Дело в том, что действительно три года назад мы поженились. Ну что, женщина она видная, хваткая. Думал, все будет хорошо. Заключили брачный договор через несколько месяцев. За все это время она блины пекла, компоты варила, цветочки разводила. Вложила она 220 тысяч. Так это только по чекам. Истец, истец. 220 тысяч. Я пенсионер, который получает 8 тысяч, вложил 560. Нет, ну я, конечно, их взял в долг, это понятно, но я их вложил. У меня в частности вот чеки все эти есть. Я сам кирпичную кладку делал, я сам крышу делал. Ты ничего сам не умеешь делать, я рабочий делал. А получается сейчас, что она хочет оттяпать у меня половину дома. Хочу добавить, что вот три года назад я оценивал домик. Его оценили всего в 350 тысяч рублей. Да, за моей спиной тысячи домик оценивали. А сейчас, Ваша честь, после ремонта, который я своими руками и своими деньгами, его оценивают в 3,5 миллиона. Благодаря моим деньгам. И вот она хочет половину вот этого дома у меня оттяпать. Ну знаешь ли, ты посчитай, сколько я рабочим заплатила. Подождите, ответчик, ну у вас как-то, знаете, с математикой не очень хорошо получается. Это же вы ссылаетесь на два акта оценки, которые были произведены. Первоначально стоимость какая была у вас незначительная, вы сказали? 350 тысяч. 350 тысяч рублей. Истец. 350 плюс 560 ваших. Сколько получается? Да. Миллион. А? Миллион. Миллион. А сейчас оценка 3,300. Мы же сделали ремонт. Ну так... Вот именно что мы. Вот после ремонта... Так, ответчик, вы мне скажите, вот 350 стоило, 560 вы вложили, а сейчас оценка 3,300. А остальные-то откуда вот это приращение? За счет чего произошло-то? Да. За счет того, что дом изменился до неузнаваемости. Нет, он может измениться до неузнаваемости, как угодно. Для того, чтобы крышу перекрыть, нужны деньги. Я занял денег. Ну вы заняли 560, а сейчас стоимость 3,300. На что ты стойной-то стоишь? Если ты считаешь, что ты сам все делал. А вложенный труд, все же это... Какой с тебя труд, алкоголик? Ну простите, вы хотите меня убедить, что вы самостоятельно один исключительно переделывали крышу? Нет, ваша честь, ну конечно не один. Просто я занимался этим ежедневно. Я вкладывал в это деньги, включая свою восьмитысячную, простите меня, пенсию. Она вложила за все это время 220 тысяч, продав свою квартиру за полтора миллиона. Хорошо, я согласна. Мы с вами получили 950 тысяч плюс 220 тысяч, которые вложила истица. Откуда остальная-то стоимость взялась? Ну откуда? Ну, а Цельщик сказал, что... Ну сказал, что... Правильно, потому что я вложу на эти деньги... Я не разбираюсь в этих... Будьте добры, пожалуйста, ваши документы через судебного пристава передайте. Да, пожалуйста. Ваша честь, у меня сейчас остались фотографии. Вот смотрите, вот этот старый дом, который был у нее в арене, в нем жить невозможно было. Истец, истец, мне достаточно акта оценки, которые представлены ответчиком в качестве доказательств. Суд удаляется для принятия решения. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, а также рассмотрев встречные исковые требования, заявленные ответчиком в данном судебном заседании, рассмотрев все представленные документы и доказательства, заявленные исковые требования первоначально считать необходимым удовлетворить, и признает за истицей право собственности на одну-вторую долю земельного участка и на одну-вторую долю жилого дома, принадлежащих ответчику. Во встречных исковых требованиях суд считает необходимым отказать. Суд удовлетворяет заявленные исковые требования, потому что истец выполнила условия брачного договора, а именно вложила свои личные денежные средства в капитальный ремонт дома, в результате которого стоимость дома значительно увеличилась. Это подтверждается актом об оценочной стоимости дома с счетами и чеками, квитанциями на оплату строительных материалов и услуги строителей. В данной ситуации акт оценки был представлен ответчиком в качестве доказательств, тем самым ответчик, предоставляя указанный акт оценки, подтвердил, что последующая стоимость дома значительно увеличилась по сравнению с тем моментом, когда истец и ответчик вступали в брак. Истец и ответчик в суд огласил свое решение, и дело закрыто. Подписывая любой договор, нужно все прописывать до последней копеечки. Больше никогда и никого я не пропишу на своем площади. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...